Привет! Я купил легенду GDM. За моей спиной Toyota Sera. Toyota выпустила 16 с небольшим тысяч таких автомобилей с 90 по 95 год. Чем легендарен этот автомобиль, спросите вы? Очень много чем. Этот автомобиль создавался в золотой век японского автопрома, когда автопром рулили не маркетологи, а инженеры. И в этом автомобиле очень много нововведений, которые актуальны и сегодня. Ребят, первое и самое главное, что влюбило меня, это двери. В каком-то фильме я видел рассказ миллиардера о том, что у машины должны двери открываться не вот так, а вот так. Я увидел фотографию этой машины и просто влюбился. Эти двери называются крылья бабочки. Кто-то скажет, что они неудобные при парковке, они не очень надежные и так далее. А я вам скажу, ребята, это дикий кайф открывать эти двери. Я несколько раз проехался на этом автомобиле и мне они уже очень нравятся. Я готов мириться со всеми проблемами и неудобствами, с которыми я столкнусь, ну, обладая этим автомобилем. Итак, что, чем круты эти двери? Во-первых, при том, что они одинаковые по размеру, угол наклона при открытии этих дверей, он немного разный. Водительская дверь открывается немного больше, давая больше пространства и удобства водителю при посадке. Пассажиру садиться проще, потому что у них нет руля, поэтому этот угол немного меньше. Эти двери крутые не только тем, что они открываются, как крыло бабочки, а еще тем, что они сделаны из стекла. То есть вот это все один кусок стекла. И в нем есть еще маленькое окошко, которое открывается. Даже сегодня найти автомобиль вот с такими дверями непросто. И это не суперкарта, не какой-то McLaren. Это обычный серийный автомобиль. Представьте, как он шокировал публику в 90-м году, когда вышел в серию, когда начались продажи. Я этого представить не могу. Идем дальше. Это один кусок стекла, к которому приклеен спойлер. Оно такое антикрыло, да? И сами крепления. Я мало знаю про этот автомобиль. Вот здесь написано пенинфорина. Внутри есть шильдик Ferrari. Думаю, что все-таки это предыдущий владелец. Ну не знаю, выдумал это. Вряд ли Toyota в те годы заказывала дизайн, вот такой вот дизайн у кого-то другого. Я думаю, что в то время Toyota, будучи очень надежным автомобилем, решила показать, что они еще и компания, которая умеет делать дизайн. И вот этот дизайн, ну он вызывает какие-то эмоции. Это вот тот автомобиль, который не оставляет равнодушным никому. Кому-то он может нравиться, кому-то может быть не нравиться. Но вот, не знаю, Hyundai Accent, он вызывает гораздо меньше эмоций, чем этот автомобиль, которому уже почти 30 лет. Стекло крышки багажника, стекла дверей и весь вообще дизайн – это старт биодизайна Toyota. Здесь были опробованы новые технологии производства стекла. Я, честно говоря, не вдавался в подробности, не понимаю, как эта вообще технология внедрена. Но с этого автомобиля началось массовое производство вот таких вот сложных форм и стекла, и кузова. Да. В этом автомобиле установлена музыкальная система. Я на прошлой неделе продал Toyota Alphard, и скажу вам, что здесь музыка, хотя я даже еще не слышал, лучше, чем в Alphard. Почему? В Alphard сабвуфер был встроен в заднюю крышку багажника. Из-за этого он звучал, ну, как минимум, не очень хорошо. Здесь же вот эти динамики, судя по информации, которую я прочитал в интернете, поворачиваются внутри, звук отражается от крышки багажника, делая звучание более объемным. В машине девять динамиков. Девять! Карл! Как вам такое? 90-й год, 30 лет назад. Меня впечатляет. В моем багажнике установлен сабвуфер. Он не держится на крышке. Он установлен в правильном месте. А вот эта огромная колонка, она установлена на такой небольшой платформе. И под ней располагается миниатюрный, но багажник. В моем багажнике сейчас находится радиатор. Оригинальный радиатор с Toyota Sera. А давайте посмотрим, что здесь под капотом. Двигатель называется 5EFHE. Объем полтора литра и мощностью всего лишь 110 лошадиных сил. Двигателю 30 лет. У двигателя поменено охлаждение и впуск, и мозги. Предположим, что остались те же 110 лошадей. Для веса 900 килограмм этого достаточно. Из этой машинки получится очень приятная игрушка. Пойдем посмотрим, что здесь дальше. Здесь стоит тормозная система, диски и суппорта от Toyota Celica. То есть они увеличенные. 15-е диски, размен резины 195 на 50, ну, R15. Ребята, 90-й год, 30 лет назад. Здесь стоит оптическая линза уже в то время. Поверхность здесь вся в мелких сколах, мятинах, царапинах. Машина уже перекрашивалась раз. И я ее перекрашиваю. В отличие от Accord, этот автомобиль для меня, и, как мне кажется, представляет особую ценность. Их не так уж и много. Да и возраст автомобиля уже серьезный. Поэтому я хочу перекрасить этот автомобиль. Я найду кого-нибудь либо из-за границы, либо в Гонконге. И сделаю из нее конфету. У меня смешанные чувства относительно вот этого вот обвеса, который вот спереди идет, по бокам. Он вроде бы карбоновый, добавляет красоты, но не знаю. Напиши, что ты думаешь. Оставить этот карбоновый обвес или убрать его нафиг. Ребята, у меня не было опыта эксплуатации настолько старого автомобиля. Когда я посмотрел, я прям понял, что хочу купить, да, и не обратил внимания на все эти мелочи и детали. Вот здесь вот у меня прям все очень сильно проржавело. Я не знаю, что делать. Предыдущий хозяин сказал, что запчасти на этот автомобиль легко найти в Японии. И что дверь стоит около 100 американских долларов. Что посоветуете? Обостанавливать вот эту часть. Или просто купить новую дверь в сборе. Ну что ж, с внешкой все понятно. Давайте посмотрим, что здесь внутри. А внутри у нас тоненький и не очень приятный руль Toyota. Классный рычаг переключения передач. Поворотники, дворники. Многофункциональный рычаг. Я не знаю, что делающий. Современная уже магнитола. Интересно будет послушать, как она дружит с продвинутым звуком здесь. Также здесь уже установлен мой запах. Я его с собой везде беру и перемещаюсь в привычной обстановке. Ребята. Как они работают? Ага. Очень странный козырек. Я не уверен, что он вообще в принципе работает. Куда он крепится, непонятно. Вообще непонятно. Короче, загадка природы. Подлокотник. С кнопкой. Раньше эта машина была шоу-каром. Она была вся в лампах и светилась, как светлячок. Но предыдущий хозяин все это поснимал. Но выключателя оставил, сказал ночью. Прикольно смотрится. Здесь очень удобные оригинальные сидения. Они сделаны из знаменитого и очень знакомого мне японского велюра. Одометр показывает 114 тысяч километров. Это очень мало. Я думаю, что скорее всего километраж, пробег скручен. Ребят, внутри эта машина напоминает старенькую Короллу. Но одновременно она очень индивидуальна. И вот есть ощущение такого старого дизайна. Такой олдскульного дизайна. Я скорее всего поснимаю все вот новые причуды, которые сюда поставил предыдущий владелец. И мне прямо уже очень хочется довести эту машину до стока. А сейчас я сделаю то, чего не должен делать человек моего роста. Я попробую сесть назад. Думаю, это будет непросто. Так. Сначала сиденье езжает вперед. Складывается спинка. И я могу стоять. Да, но сзади я могу поместиться только с открытой крышкой багажника. Места сзади мало даже детям. То есть эта посадка называется 2 плюс 2. Но я бы сказал, что 2 плюс 2 половинки. Или третья. Сзади, конечно, очень тесно. Но при этом, кстати, кстати, есть даже ремни безопасности. Класс. Конечно же, я должен посоветоваться со своим лучшим механиком Олегом. Это Олег. Если кто его не узнал. Олег, что с тобой? Камер-мэн и сэк. Нет, ну почему ты в повязке, ну правда? Нет, потому что все в Гонконге болеют. А я не хочу болеть. Олег, вокруг нас никого вообще нету. Ничего. Мне нравится, потому что не холодно. Тебе холодно? И ты маской греешься? Да. Ребят, вот вы меня спрашивали в комментариях, что у нас с коронавирусом. Видите, Олег боится коронавируса. Олег, я не боюсь. Знаешь, что нужно делать? Водку пить. Водку пить. Ты пьешь водку каждый вечер? Нет? Нет. Олег, спасибо тебе за тачку. Я всегда нахожу какую-нибудь машину, и тебе очень-очень нравится. И Алекс тоже. Когда я нахожу какую-то машину, ему очень-очень нравится. У меня taste to cars is very good, right? Да. У тебя отличный вкус. Тебе нравятся правильные машины. Мне кажется, вот эта машина, это прям находка. На позапрошлой неделе ко мне приходили ребята, они делают электрокар. Электротрисикл. Спереди два колеса, сзади одно колесо. И у них двери также открываются. Они показывали, мы нашли такую машину, она нас вдохновила. И ты мне пришла еще сообщение, думаю, как вообще такое может быть? Слушай, что с ней нужно сделать, помимо того, чтобы поменять резину? Сначала резину надо поменять. Меняй резину. Потом сделать alignment. Раз в восхождении. Да, если тебе звук не нравится, то suspension надо менять. А suspension, я думаю, что я могу кейспортом спросить, если они могут сделать suspension для этой машины. Кейспорт это... It's under-distributor for that suspension. Ага, понятно. Так, короче, резина, развалосхождение, подвеска, что еще? Сиденье поменять, да? Сиденье, резина, подвеска. Что с сиденьем, где его взять-то? Amazon. На Амазоне? Да, я нашел. Я нашел. Там сиденье сделано для Bride. Так. А если ты Bride сядешь, тебе не нужно. Ну, ты будешь прямо сидеть, как тебе нравится. Да. Да? Вот так вы будешь сидеть, как тебе нравится. Ну, это сиденье хорошее. И оно очень низкое. Короче, я его на Амазоне тогда сегодня заказываю. Да. Оно придет... Через несколько дней. Да. Ты сможешь ее поставить? Да, конечно. Супер. Значит, смотри. Помнишь нашу идею с обклейкой машин? Wrapping. Ага. Я посчитал и понял, ребят, тоже информация для вас. Я посчитал, понял, что я в этом бизнесе участвовать не хочу, потому что он очень низкий маржинальный. То есть там много денег не заработаешь. Поэтому вот все, кто мне написал, я оставлю контакт Луи. Вы напишите Луи. Луи – это девушка Олега. Она заинтересована в обклейке больше, чем я. И я думаю, что вы вместе что-нибудь сможете придумать. Как и почему я купил Тойоту Сера? Значит, на прошлой неделе произошло великолепное событие. Я наконец-таки продал свою Тойоту Альфар. И понял, что я становлюсь прям таким серьезным хондоводом. У меня в семье три Хонды. Хонда Фрид, Хонда Аккорд и Хонда Интегра. Три Хонды в одной семье – это слишком много. Поэтому я принял решение продать или поменять одну из них. Какую выбрать? Хонда Фрид – это не мой автомобиль. В основном на нем ездит мой отец. Хонда Интегра DC2 Джун. Я ее очень жду, но я пока до нее не добрался. А вот с этим прекрасным аккордом все получилось не очень хорошо. Я провел исследование рынка и понял, что переклеить эту машину будет стоить не меньше трех тысяч американских долларов. А вот детальки типа вот этой меня уже стали, мягко говоря, раздражать. Я съездил к Олегу и попросил его найти мне замену аккорда. В общем, присылает мне Олег фотографии Серы. Я вижу эти двери, понимаю, что все, это моя машина. Я хочу ее, несмотря ни на что. Приезжаю к Олегу, приезжает хозяин Серы к Олегу. Я проезжаю на машине, понимаю, что рулится она не очень хорошо, но мне она дико нравится. Мы договоримся с Олегом, что он поможет мне найти сидение, чтобы я помещался там. И все. Хозяин машины говорит только на кантонском диалекте. То есть у нас Олег такой переводчик. Я посмотрел предложение на местном рынке и такой машины на ручке не нашел вообще ни одной. То есть машина редкая. В общем, выяснилось, что Олег договорился с хозяином об обмене Серы на ТТ. А я договорился с этим же хозяином об обмене его Серы на аккорда. В общем, мы втроем решили, что сделка устраивает всех. Меня она устраивает. Почему? Потому что мне не нужно вкладывать деньги в обклейку машины, а я получаю новый автомобиль, новые ощущения, новый опыт. На серии я гонять не собираюсь, но я собираюсь ее восстановить до состояния сток. И даже есть парень, который мне в этом поможет. Помните Тогу, который рассказывал о своей АЕ86? Олег доволен тем, что он получает аккорда, который он хорошо знает. Ну и хозяин, предыдущий хозяин Серы, доволен тем, что он уезжает на ТТ, который он так долго хотел. Ребят, я решил отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в комментариях. Итак, первый вопрос от подписчика Гаппи. Ты говорил, что хочешь переехать в Китай под вопросом? Ух, Гаппи, ты задал прям серьезный вопрос. Да, мой переезд под вопросом. Из-за чего? Из-за того, что все мы наблюдаем за происходящим в Китае. Это распространение вируса. Я уже переехал, но переехал в рамках Гонконга. Переехал со старого дома в новый дом. По Китаю пока вот правда не знаю, что будет происходить. До конца учебного года буду в Гонконге, а там посмотрим. Ну, то есть я подумал, что логичнее всего детишкам доучиться учебный год, а дальше решить. Вопрос от Леоненко Алексея. Новый цвет не надо регистрировать у вас. Цвет яркий, сочный, необычный. В общем, не слушай никого. Алексей, спасибо тебе за поддержку с цветом аккорда. Мне очень понравился этот цвет. Но, видишь, к сожалению, сложилось так, что аккорд я отдаю. Регистрировать изменение цвета нужно было, но этим занимался не я, а специально обученный человек, который за примерно 10 американских долларов сходил в департамент транспорта и зарегистрировал изменение цвета. Вопрос от Александра Яркова. Как там относятся к другим клубам автохонда типа Toyota? Есть ли разногласия? Ага, ну, хороший вопрос. Александр, в Гонконге все на позитиве, и клубы между собой, ну вот, как бы, видимо, очень хорошо коммуницируют. То есть, если планируется какое-то большое мероприятие, то все предупреждают о том, где стоит полиция друг друга, ну и так далее. Ну, естественно, когда стоят хондоводы и видят, как проезжают ВАГ, Ламбо, Субару, неважно кто, все так тихонько хихикают и говорят, ну, это на самом деле, как бы, у них тачки не очень хорошие, ездят они все медленно. Но все это делается с юмором, ну и, как бы, по-доброму. Такое вот, как бы, жестие, как я встречал на просторах СНГ, нет. Ну, думаю, что везде есть нормальные люди, есть не совсем адекватные. В Гонконге мне везет, я больше сталкиваюсь с адекватными и классными людьми. Подписчик детейлинг про Иркутск. На какую почту написать? Оставил комментарий, ты не ответил. Значит, ребят, смотрите, с моей основной почтой, которая называется stevensobako1-studio.hk, с ней проблема. У меня кто-то украл домен, из-за этого почта работает не совсем адекватно. Часть писем я получаю, часть писем я не получаю. Мой системный администратор Леха занимается этим вопросом, и я думаю, что рано или поздно он решит. Если вы хотите со мной связаться, есть группа в Телеграме, можно писать там, или в группе Телеграме есть я. Также можно с этой группой со мной связаться. Спасибо всем вам, хондоводы, кто помогал мне советами относительно этого аккорда. Не расстраивайтесь, у меня есть еще хонда интегра DC2, про которую я буду рассказывать, и которая будет появляться в моих видео. Уважаемые Тойотоводы, я надеюсь, что вы будете оставлять грамотные, дельные комментарии, и поможете мне правильно восстанавливать, восстановить Тойоту Серу. Спасибо вам всем за просмотр, хорошего вам настроения, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok